Приветствую! В этом видео мы посмотрим, как проявит себя IP-вулкан, добавленный при помощи библиотеки DXVK, по сравнению с классическим DirectX в некоторых тяжелых или криво оптимизированных играх. Для начала расскажу об особенностях DXVK, откуда его достать и как установить. Переходим по ссылке в описании, скачиваем этот файл и распаковываем его, желательно в отдельную папку. Внутри архива лежат две директории, x32 и x64. Это разрядности игр, в которые вулкан можно добавить. Узнать разрядность игры можно в диспетчере задачи, но бывает так, что библиотеки не указаны. В таком случае знайте, что 95% игр, вышедших после 2013 года, 64 битные. Внутри папок находятся DLL-файлы, подменяющие 9, 10 или 11 DirectX на вулкан, и перед тестом каждой игры я покажу, какие файлы копировать и куда их кидать. Перейдем к тестовому конфигу. Процессор Xeon E5 1650, с разгоном до 3600 МГц. Почему так мало? Виновен в этом блок питания, который не справляется с аппетитом моего ПК. Из АПП посадали частоты не только процесса, но и видеокарты. Кстати о ней. RX 480 на 4 ГБ, с небольшим андервольтом и актуальным на момент тестирования драйвером. Материнка Huananzi X79ZD3. 16 ГБ оператива в 4 канальном режиме, на частоте 1600 МГц и дефолтными 11 таймами. Накопители в системе 2. Смартбайт с кваштриенуса 20 гигов, на котором стоит Windows 10 21H1. И EPCer AS350 Panther, на 512 ГБ под игры и запись футажей, которая ввелась при помощи AMD Relive. Настройки записи вы видите сейчас на экране. DXVK был в версии 1.9.1, самый новый на момент тестирования. Теперь о методике тестов. Футажи записывались только для наглядности. Реальная производительность отражена в диаграмме. Для каждого API я делал по 3 прогона в каждой игре, без мониторинга и записи, во время которых бичмарк MSI AutoBurner фиксировал значение FPS. Результаты всех прогонов усреднялись, так что числа на графике вполне объективные. Перед тестами поговорим о грустном, об эперах, которые с DXVK не подружились. С первым кризисом случилась какая-то дичь. В один момент он просто стал вылетать при запуске, и починить это я не смог. При этом дополнение Warhead работает нормально, но на вулкане происходят вылеты во время чекпоинтов. Тем не менее, эту игру я протестировал. Малоизвестное творение Volition, Saints Row 2, ведет себя абсолютно неадекватно. Появляются шутки, фризы и артефакты. Видимо в этой игре никогда не будет комфортного геймплея. В Far Cry 3 дополнение Blood Dragon вылетает при запуске. GTA 5 выдает вот такую ошибку. Watch Dogs 2 тоже вылетает при запуске. Геймплей в ремастере Red Faction Gorilla первые минуты сопровождается фризами, а далее статорами при взрывах и подгрузке новых локаций. При этом от просадок ниже 60 кадров вулкан не спасает. Assassin's Creed DCA поначалу стартовал, но работал с фризами, а потом вообще перестал запускаться. Back Mesa исчезает интерфейс, в таких условиях даже сохранения запустить не получится. Ну и Total War Saga 3, так же как и Assassin's Creed DCA перестали запускаться. Но я все же смог один раз прогнать встроенный бенч и FPS был такой же как и на 11 директе. Так что толку от вулкана в этой игре все равно никакого бы не было. И вот теперь пройдемся по играм, которые удалось запустить и протестировать. Обычно для запуска на вулкане нужно 2 файла, но этой игре понадобилось 3, иначе она бы запустилась на Dorit X9. В итоге выхлоп 0. Да, средний фпс вырос на 17%, но просадки до 20 фпс никуда не пропали. А вот GTA IV приятно удивило. Показатель редких событий вырос аж на 489%, средняя частота осталась примерно на том же уровне. К слову, это версия Complete Edition с обоими DLC, новой музыкой на радио и патчем 1.0.0.8. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сталкер на обоих IP работает плюс-минус идентично. Единственное, на вулкане статоры не такие сильные, но их больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самая кривая часть колды стала играбельной. И это при том, что кэширование шейдеров, как вы видели, было отключено. Плюс 79% минималки, средний получился одинаковым из-за внутреннего ограничения в 91 фпс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственный мультиплеер в этом тесте. Естественно, ни о какой синхронизации не может быть и речи, поэтому просто покажу геймплей на обоих API. На девятом директе игре работает плавно, смотря на просадки до 65 кадров. На вулкане ТФ ведет себя странно. Первые минуты сопровождаются частыми фризами, но постепенно, спустя примерно полчаса, фреймтайм выравнивается. Однако просадки в район 60-65 имеет место быть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творение гениального Даниэля Вавры прослуло играть. Игрой с плохой оптимизацией. Лага Вулкан пришел на помощь и повысил минимальный фреймрейт на 317%, попутно немного уронил средний. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наконец-то нашлось играть в Ubisoft, которая позволила себя прогнать в Украине. И на этом радость закончилась. Минимальный фпс упал на 32%. Средний же почти не изменился. Вдобавок игра на этом IP часто намертво зависает при запуске. Субтитры создавал DimaTorzok Последняя игра в тесте и на Вулкане ее точно запускать не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Однозначно можно сказать, что унывать из-за отсутствия прироста не стоит, потому что создатели DXVK довольно часто выкатывают новые версии своей библиотеки, посему в некоторых проектах ситуация может кардинально улучшиться. Главное проверять сайты наличия обновлений. Надеюсь, видео было полезным или интересным для вас. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok